Руководство округа, представители компании-перевозчика МОС «Трансавто», сотрудники госавтоинспекции и общественники приняли участие в совещании. На нем совместными усилиями планировалось утвердить первоочередные мероприятия, направленные на улучшение транспортной ситуации в муниципалитете и наметить планы на перспективу. Мы заранее проанализировали достаточно большой объем информации по всем маршрутам совместно с коллегами. И сегодня хотелось бы определить те основные направления взаимодействия, по которым мы будем наиболее эффективно работать для того, чтобы транспортный вопрос по Ленинскому городскому округу снять. Активная работа в этом направлении ведется уже несколько месяцев. Достаточно сказать, что в декабре по поводу неудовлетворительной работы общественного транспорта на портале Добродел было около 500 обращений граждан в неделю. Сейчас эта цифра уменьшилась в пять раз. Этому способствовало личное участие губернатора Андрея Воробьева, по поручению которого муниципалитету было выделено 29 автобусов и работа МОС «Трансавто». Так уже навели порядок на базе, где до определенного времени был такой небольшой хаос, наверное, скажу. И порой автобусы стояли за пределами базы. Сегодня там чистота, ну, есть над чем еще работать, но тем не менее. Главный вопрос, который нам надо решить, это с техникой. Это касается и новых машин, это касается и ремонта. В ходе совещания представители АО «МОС «Трансавто» рассказали о комплексе мер, которые будут предприняты для качественного улучшения пассажирских перевозок. Для этого направлено необходимое финансирование из бюджета Московской области. В течение двух месяцев мы закупаем 10 тысяч номинований, 112 номер платок на все предприятия. Все будет пропорционально разделено и, безусловно, наполнена вся ремонтная зона необходимым инструментом и оборудованием. Следующий этап до конца года по поручению губернатора мы оснащаем все производственные площадки, ну, и, в частности, видные новыми моечными комплексами. Начальник управления архитектуры, строительства и транспорта администрации Ленинского городского округа Андрей Пальтов рассказал о положительной динамике в решении проблем на ряде маршрутов, но отметил острую потребность в поставке нового транспорта. Необходимо на данный момент 35 автобусов, соответственно, мы здесь разбили 16 автобусов, нам необходимо заменить и 19 добавить дополнительно как раз по данным маршрутам. Отдельно рассмотрели проблемы с запаркованностью автомобильных дорог. Это тоже одна из причин перебоев в движении общественного транспорта. Несмотря на налаженную работу по эвакуации автомобилей нарушителей правил парковки, существуют проблемы, которые необходимо решить. Наша задача сейчас, о чем Игорь Борисович вчера говорил, это подобрать дополнительные парковки, штрафстоянки, которые могут быть задействованы для обеспечения короткого плеча подачи эвакуатора, чтобы сотрудник ГИБДД, который помогает эвакуаторам забирать машины и оформлять все это, чтобы он не стоял час и не ждал, пока машина вернется, а мог это делать в оперативном режиме. Несколько пожеланий высказали и представители инициативных групп жителей. Они также касались состояния подвижного состава и увеличения количества транспортных средств. В частности, принято решение в ближайшее время запустить дополнительные автобусы на маршрутах, соединяющих ЖК, пригород Лесное с Москвой. Очень много вопросов, думаю, решится и уже решилось, могу сказать точно. Но мы, конечно, еще пока на стадии разработок новых проектов, новых маршрутов. Я уже не первое такое совещание посещаю и после каждого действительно какие-то продуктивные сдвиги имеются. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.